Всем большой привет! Доброе утро! Мы отправляемся с Кирюшей в поликлинику, а Никиту сейчас в школу завезем. У нас мороз, мы только прогрели машину, она еще немножко гудит. Сейчас, еще подождем чуть-чуть и отправимся. Какое красивое утро понедельника! Солнышко светит, мороз. У нас в машине пока минус 17, но мы только что из гаража, поэтому я так думаю, что где-то минус 20 на улице. Надо будет загуглить. Погода, конечно, непредсказуемая. Три дня назад у нас был дождь, сейчас у нас минус 20. Все, пока одного высадили. И мы просто сегодня ко второму уроку, мы его как раз по пути завезли. Что, поехали? Да, морозец нормальный. Кирюшу вчера мы скорую вызывали. У нас тут кое-что приключилось, потом расскажу. Поэтому сегодня идем с утра в поликлинику. На недельку нас дома оставили. Сейчас зайдем в аптеку. Купим то, чего у нас нет дома, из лекарств. И поедем лечиться. Так, подъехала я к торговому центру нашему. Сейчас за порошком сбегаю. Кирюша пока здесь посидит. Он уже домой хочет. Говорит, мама, ну поехали домой. Сейчас, сынок, порошок. И где, и вот. Очень мне нравится этот порошок жидкий. Я беру его уже, я не знаю уж какой раз. На нем прям остановилась и все. Больше ничего не покупаю. Можно было бы в мягкой упаковке взять, но я бутылку с прошлого раза уже выкинула вчера. Поэтому такой большой бутыль возьму. И кондиционер. У меня там прям на донышке осталось. Так, вот этот вот. На улице, конечно, классно домой приехали. Но очень холодно. Мороз и солнце. День чудесный. Домой приехали. Это я с утра замочила держатель для губки. Я так-то его периодически в посудомойку кладу мыться. Но тут что-то совсем он уже... Ну сколько он у меня? Года полтора, наверное, этот держатель. Ну вроде все отошло. Такие пятна появились темные. Которые уже никак не отмывались. А это я в воде с добавлением белизны. Также иногда еще тоже делаю для контейнера. Вот такой вот движной вот этот ящичек. У стиральной машинки тоже так же замачиваю на ночь. Чтобы отходили все пятна. Налеты различные. Ну и так далее и тому подобное. А купила другой держатель. Этот я брала в пятерочке. И купила другой держатель в пятерочке. А он такой неудобный. Я сейчас вам его покажу. Вот она эта корзинка. Во-первых, она на вот эту часть никак не цепляется. То есть, ну цепляется, но вот так колом стоит. Вообще неудобный вариант. Не понравилась мне она. А та прям идеально сюда подошла. Прям плавненько так у нее все переходит. Такой. Но больше я таких не встречала. Я бы уже давно ее обновила, но больше я не встречала. Хотя сестра у меня в пятерочке покупала. Вот как у меня тут. Вот та старенькая корзинка точно так уже покупала тоже в пятерочке. Но больше таких нет. У моей мамы последний раз были. Она тут нагрузила нам целую коробку хрусталя. В общем, своей посуды, которая у нее стоит. Ну, в стенке или в буфете. Какую-то она использует. Какая-то просто стоит пылиться. В общем, моя задача сегодня это все перемыть. Так как вот в этих вот всех щелочках, прорезях все это скапливается. И вручную иногда уже прям тяжело это мыть. Только щеткой, если прям хорошо проходится. Я вот что хочу сейчас сделать. Все это расставить на столе. Рассортировать. Что-то будет мыться в посудомоечной машине. У меня там есть специальный режим для такой вот деликатной помывки посуды. То есть не горячее 40 градусов температура воды. А что-то вручную перемою, замочу в тазу, а потом вручную щеточкой помою. Так, начнем. В основном это все посуда советских еще времен. Вот эту вот салатницу я помню с детства. У нас всегда в ней оливье было на Новый год. Так, стаканы однозначно не пойдут в посудомойку. Я их буду мыть вручную. А остальное, в принципе, я смотрю, что... Ну, фужеры вот эти вот и рюмки. А остальное, я смотрю, более-менее такое толстое стекло. То есть вполне подойдет. И вот ложечки вот эти вот тоже в посудомойку отправятся. Но только уже потом, после хрусталя. Так, это нижний ряд. И вот здесь я уложила на верхнем ряду самое большое блюдо. Прежде чем вообще этим всем заниматься, я прочитала несколько статей, как правильно мыть хрусталь в посудомоечной машине. Как раз у меня есть такой режим для помывки, вот, деликатный. Я надеюсь, что все будет хорошо, и я не испорчу мою посуду. Вот получается этот режим. Сейчас, вот, все. Поехали. Замочила фужеры и рюмки. Так, ну, потерла, как могла. Сейчас, пусть немножко постоят. Этому набору тысячу лет. И хотя два года назад мы маме дарили новый вот такой вот набор с ложечками и ножами, но вот ей вот дорога память. Поэтому он у нее стоит. Она его очень редко достает. Я помню, он продавался в красном, таком бордовом, бархатном кейсе. И очень долго он у нас в нем и хранился, вот этот вот набор. А потом вот куда-то этот чемоданчик делся, а вот приборы так и остались. Ну, вот, совершенно другое дело. Вот эта вот селедница. Это еще моей бабушке принадлежала. Я не знаю, сколько ей лет. Лет 50, наверное. Здесь еще вон стоит клеймо ЗОС. Вот такой вот раритет. И мне еще очень нравится вот эта конфетница. Она очень красивая. Вот это и мама тоже в Чемкенте покупала, помню. Вот из всех этих салатниц, вот эти вот две самые старые. Вот эта вот такая продолговатая и вот эта. Я помню, в детстве я рассматривала, когда за столом сидели, я вот эти звездочки все время рассматривала. Как на коврах перед сном, рассматриваешь узоры. А я вот эти звезды рассматривала. А это она уже здесь покупала. Или ей дарили. По-моему, это дарил кто-то. Но это точно не из Советского Союза, не из Чемкента. А вот эти фужерчики, было их 6 штук. Они доставались из серванта только на Новый год и на мамин день рождения. Ну, по крайней мере, мне так запомнилось. Получается, два только осталось из шести. И два фужера Юля на свадьбе со своим мужем разбили на счастье. То есть, выпили шампанское и разбили на счастье. Ой, мама тогда чуть в обморок не упала. Они просто не знали, что... Ну, в суете вот этой свадьбной, что фужеры им не дали другие. То есть, те, которые можно разбивать. И вот они хрустальные шибанули об асфальт. Это вот такая вот маленькая тоже. Салатница. Или нет, наверное, это, скорее всего, для варенья. Ну, по размеру я смотрю. И вот эти вот тоже рюмочки. Тоже их было 6 штук, осталось только 3. Это еще с моего детства. Все отмылось хорошо. Я все уже предметы посмотрела на... Ну, то, чтобы не было сколов. Вот я самым больше боялась в том, что хрусталь помутнеет. Либо появятся какие-то сколы, царапины. Ну, и все такое вот. Я когда читала статью, чаще всего хозяйки опасаются именно этого. Поэтому и не моют хрусталь в посудомоечной машине. Добавляла я все то же самое, что и при помывке обычной моей посуды. То есть это тот же самат порошком. Только единственное, я немножко поменьшила. Дозу уменьшила, немножко поменьше добавила. Ну, и так все отмылось. Они не сильно были загрязненные. Просто вот надо было... Вот видите, вот такие вот узоры. Очень много щелей вот этих вот. Вот отсюда надо было все вымыть. Сейчас я упакую все это в коробку. И останется мне только помыть столовые приборы. И все отвезу маме. А вот смотрите, какие рюмочки. Мне почему-то сразу вспомнилась ночь перед Рождеством. Черевички. Сапожок. Две такие рюмочки. Пока крем у меня застывает, там немножко в холодильнике пусть подзастынет. А я тут сейчас пока села поболтать. Это я просто сейчас для этого-то делал, тортик снимаю. С Кириллом. У нас, в общем, вот что произошло. В воскресенье, ну то есть вот вчера, до обеда он жаловался на головную боль. А потом в обед у него началась температура. Я померила 38,5. Больше, в принципе, его ничего не беспокоило. У нас обычно, когда он, ну, простынет, у него начинается с насморка. Ну, до температуры дело очень-очень редко доходит. То есть за все его 8 лет у нас температура была очень редко. И я дала ему норофен жидкий, потому что таблетку он не захотел. Он говорит, нет, мам, не хочу таблеткой. Я дала ему жидкий норофен. Получается, ну, на его вес и рост 2,5. Вот этих вот шприца норофеновских. Все, он запил водичкой, все, лег. Я говорю, поспи, сынок. Спать он не захотел. Подошел ко мне, говорит, мне вроде полегче, но у меня немножко горло начинает болеть. Я дала ему, я потом вам покажу, леденцы от кашля. Я их брала себе в январе месяце. У меня начиналось после маминого дня рождения. Вот мы тут выбегали, там, фейерверки стреляли. И я немножко, видать, застудилась. У меня начинало болеть горло. Я вот эти вот леденцы себе купила от кашля, они с лимоном. И вроде как бы 2 леденца, и у меня все как рукой сняло. Ну, на начальной стадии все это было. Я ему дала этот леденец. Он у нас не аллергик. Никогда в жизни у него ни на что аллергии не было, тем более на цитрусовые. Он мандарины, лимоны, лимоны просто так мог есть и даже не морщится. Мы все время с папой удивлялись. Я говорю, как так вот? Ты вот чай с лимоном пьет, потом этот лимон берет, съедает вот такую, ну, дольку. И даже не морщится. А тут проходит где-то полчаса после того, как я дала ему эту таблетку. Температура у него прошла, очень быстро сбилась. И его всего обсыпало. То есть полностью тело все покрылось сыпью. Как я перепугалась этого, девочки, это не объяснить словами. Во-первых, я никогда с таким не сталкивалась. У нас в доме нет аллергиков. У меня вообще в нашей большой семье нет аллергиков. И такая сыпь, что вот здесь вот где-то кожа потоньше. И вот на ногах. Там прям чуть ли не волдырями. Первое, что сначала мне пришло в голову, что это вот что-то какая-то сыпь, может быть, какую-то заразу где-то подцепил. Но я сразу смекнула, что так быстро это не проявляется. Начинается с одного-двух там прищиков. То есть так быстро не может проявиться вот какое-то такое заразное заболевание, которое протекает именно с сыпью. Я за вас звонить в скорую. Очень быстро, правда, приехали. И пока они ехали, вот буквально прям минут семь, наверное, вот прошло от моего звонка и вот до их приезда. Пока вот они ехали, я дала таблетку супрастина. Хорошо, вот они у нас были, эти таблетки. Как-то я просто брала. Ване после прививки, обычно все время педиатры говорят, ну, если что, на ночь пол таблеточки супрастина или там одну четвертую и нурофен, если будет температура. Ну, у нас никак это не, никак на нас не отражались прививки, поэтому этот супрастина у нас так и лежал. И после того, как я дала таблетку, очень быстро начали проходить. То есть на момент приезда скорой у него осталось несколько вот еще вот здесь вот такое вот красные пятна с точечками, с прищиками. Ну, с сыпью и на ногах. Ну, и там, где вот были волдыри, она так быстро не прошла. Провели осмотр, посмотрели горло, горло немного красное, сказали, а в принципе, говорит, ну, мы можем сделать тот же супрастина, тот же укольчик, вот, ну, стоит ли? Или можем вас отвезти в больницу? И от больницы я отказалась, потому что я вижу, что ребенку, в принципе, кроме вот этого, то, что была вот такая сыпь, а потом она быстро прошла, больше его ничего не беспокоит. Ну, я спросила только, ну, вот супрастина этот я, если дам, если у него еще раз повторится, то есть это одно и то же же будет, то, что вы сделаете укол или я дам таблетку? Он говорит, ну да. Уехала скорая, мы на следующий день вот с ним как раз-таки отправились в поликлинику вот утром сегодня. Нашему доктору я все рассказала во всех подробностях, как что происходило и спросила, куда мне вообще обращаться, то есть где вот у нас есть этот аллерголог, кто занимается этим всем, потому что я же не в курсе. У меня вообще такой первый раз, на что она мне сказала, и об этом я читала, то есть я полночи не спала, читала все эти статьи про аллергию, как она может проявляться и в каком возрасте. Она нам подтвердила, ну, то есть всю эту информацию, она подтвердила то, что аллергия может проявиться абсолютно в любом возрасте, даже в 30-40 лет, то есть человек может всю жизнь ходить без аллергии и не знать, что это такое, а потом какая-нибудь травка зацвела, и у него это все повысыпало, или он начинает там вот с насморком, там задыхаться. Сказала исключить, абсолютно исключить шоколад, цитрусовые орехи, мед, пока исключить, дала нам номер телефона аллерголога в Самаре, но я еще хотела посмотреть, я еще не заходила в интернет, хотела посмотреть, может быть есть в Сызрани, но если нет, то поедем в Самару. А еще педиатр мне сказала про то, что аллергия может вообще больше и не проявиться нигде. Так вот, она сказала, что, ну, педиатр наш сказала, что, да, возможно, такое часто очень бывает, что аллергия больше и не проявится, но все-таки я за то, чтобы проверить, на что именно у ребенка аллергия, потому что ситуации бывают вообще в жизни разные. Вызываешь скорую или приходишь к доктору, может быть, лежишь в больнице, тебя же по-любому спрашивают, есть ли на какие-то медикаменты аллергии. А здесь, получается, проявилась именно после вот этих вот сосательных леденцов от кашля. Может, это и не на цитрусовое, а именно на какое-то вещество, которое там содержится, где гарантия того, что это же вещество не будет содержаться в лекарствах, которые нам, возможно, там вколят или дадут где-либо. Ну и я сама тоже, если заниматься лечением дома, тоже должна знать, какие препараты можно давать ребенку, с каким составом, а с каким нет. Хотя наш доктор мне сказал, что на все именно лекарства они проверять не будут. Но я хочу попытаться, мы хотим съездить и все-таки проверить. Как это вообще все происходит, я пока не знаю, но может у кого-то были вот такие вот ситуации, когда вот у ребенка, либо у вас проявилась аллергия не вот с самого рождения, не вот не в маленьком возрасте, а уже в достаточно большом. Еще, знаете, такие мысли были тоже, где гарантия того, что вдруг вот эта аллергия на какое-либо вещество, вот в маленькой дозе оно попало, и, ну, в организме ребенка, и вот началась сыпь. Вот где гарантия того, что если будет доза чуть больше, что там не начнутся какие-нибудь отеки, ну или еще какие-то такие вот проявления более серьезные, чем сыпь. В общем, эта мысль занимает мою голову уже второй день, столько всего я перечитала, никак остановиться не могу. По простуде, вот горло нам посмотрела, доктор, сказала, да, красненькое, лечите, лечитесь дома, инголит, никаких больше. Что раньше давали? Я сказала, что инголит, когда только начинается вот болеть горло, когда только начинается болезнь, то есть болит горло, инголит, а когда уже кашель, амбробена. Ну, у нас как бы одни и те же лекарства, мы там нововведениями не занимаемся. А в аптеку я заходила, забегала за зодок, зодоком. Можно его спонять? Нет? Ну, в общем, зодок от аллергии. По одной таблетке в день, сказали пить. Честно говорю, я вчера прям запаниковала, а вот именно мое такое вот состояние передалось всем. Вот даже вот, казалось бы, Олег, вот мужчина довольно-таки сдержанный, все равно я смотрю, он нервничает, прям ходит. Все-таки состояние, настроение женщины передается всем окружающим, то есть ее близким. Так же, как и настроение. То есть, если мама встала в плохом настроении, то оно плавно перетекает на всех домочадцев. Поэтому я, наверное, сама себе всегда говорю, все хорошо, всегда себе поднимаю настроение, ищу позитив во всем, ищу какие-то положительные эмоции. И даже вот сегодня мы с Кириллом, я смотрю, он немножко нервничает в больнице, когда сидели в очереди, он немножко, я смотрю, так вот напрягается. Я его успокаиваю, сынок, все хорошо, да ладно, да что ты там, ой, все, сейчас все исправим, все сделаем. Ну, чтобы он хоть маленько расслабился. Вот такие вот у нас дела. По горлу я его вот недавно, вот тут час назад спрашиваю, говорю, сынок, у тебя что-то там першит или ингалит так-то брызгаем? Он, мам, да уже все прошло. Но все равно сказали дома побыть до пятницы, будем лечиться. Но как-то дальше, дальше горло у нас ничего никуда не перетекло и не перетекает. Вот такие вот таблетки для рассасывания, для лечения инфекций горла. Вот от них у Кирилла повысыпало полностью все тело. Такие вот дела. Олег сейчас еще съездил на почту, забрал посылку. Это коржику покушать 4КГ для взрослых стерилизованных кошек, котов. И вот еще, я даже не знаю, как сайт, где он заказывал, называется. Ну, что-то вот, наверное, ветеринарное. И еще для профилактики взял, ну, скоро весна, взял вот такие вот средства аэрозоль. Это что, шампунька, да, шампунька. Ну, аэрозоль это можно и для Бонни использовать. А вот это, что у нас такое, раствор для наружного применения. Это только для кошек. Ну, и шампунь у нас был для кошек, шампунь закончился. Новенький вот такой вот приобрели. Еще не пробовали. Точно я не скажу, насколько нам хватает вот такой вот большой 4КГ пачки. У нас кот достаточно крупный, но где-то на 2 месяца точно хватает. Доброе всем утро. Так, снега навалило опять. И я на маникюр собралась. Красиво, конечно, но опять чистить. Вчера Олег вон не дочистил даже. У нас все болеют. И пап наш заболел, и Никита на больничном. Вчера я не снимала. Заехала я еще в несколько магазинов. Бледные вот такие ногти сделала. Что-то не хватает мне яркости. Нет, в следующий раз я опять, наверное, вернусь к своему любимому кораллового цвету. Он мне поднимает настроение. В общем, я заехала в пятерку, в экоферму и в магнит-косметик. Сахарную пудру. Немного еще взяла у меня там есть, но никогда не помешает. Запасик небольшой, желатин тоже самое. Кофе. Хлебцы. Это у нас Ванек такие любит, но и я. Творожное зерно. Это тоже в основном я ем. Ваня тоже может ко мне присоединиться. Любитель, да, присоединяется, когда кто-то ест. Грибы, шампиньоны, салфетки. Тут со стола протирать, и так пыль. Две пачки кефира. Либо на выпечку, либо для того, чтобы мариновать мясо. Творог 5-процентный. Сыр голландский. Батон нарезной. Это в основном для котлет. Тостовый хлеб для бутеров. Сметану взяла 15-процентную и 25-процентную. По две упаковки. Просто 10-процентную. Я обычно 10-процентную. Но 10-процентную. Такой вот большой упаковки не было. Большого стаканчика. Были только маленькие, поэтому 15-процентную. Яйца отборные. Детям яблоки. У нас там две штучки остались. Как раз я когда уезжала, мама заедет за яблоками. Лимоны. Хочу лимонную водичку сделать. И так вот. Просто в чаю очень хорошо уходят лимоны. Кириллу только. Единственное, у нас сейчас нельзя лимоны. А так прям вот за раз улетают. Рис басмати. Обожаю этот рис. 6 филешек взяла куриных. Это куриный фарш. И фарш свиноговяжий я буду делать сама. Здесь у меня вот свинина. Такой большой кусок мякоти. И говядина немножко есть косточка. То есть совсем уж мякоти говяжьей не было. Но вот мне выбрала Наташа. Это вот продавец в экоферме. Выбрала. Такие получше кусочки. Где вот прям. Где вот тут косточка. Вот здесь вот небольшая. Вот здесь вот небольшая кость. И все. Ну и порошок для посудомоечной машины. Загрузила с утра посудомойку. А порошок-то и кончился. Олег, оказывается, вчера посудомойку ставил. Последний использовал. Как-то пропустила я этот момент. Заехала, взяла. Большую опять. Это, как я и говорила, нам хватает такой упаковки на 3 месяца. Вот 3-х килограммовый. Все, на 3 месяца можно забыть про посудомойку. Все, сейчас буду это все мыть. Ну, фрукты мыть, раскладывать по холодильникам. Что-то уйдет в мой холодильник. Например, вот это вот у меня для крема. Яйца тоже уйдут в мой холодильник для тортов. А все остальное в наш семейный. Маникюр я еще сделала покороче и побледнее по вот какой причине. У меня есть некоторые планы. В основном планы на я тортодел. Для съемки. В общем, хочу заняться цветочками. Вот. А мне кажется, что яркие ногти будут немного отвлекать от всего процесса. По крайней мере, я хочу попробовать заняться цветочками. Есть кое-какая мысль. Я надеюсь, получится. И видео выйдет такое вот на канале на я тортодел. Вчера я до двух ночи возилась с тортом для книги. Сегодня мы его разрежем и сделаем красивые фотографии, которые будут в книге. А рецептуру, ну вот описание я все уже подготовила. Сейчас мы разрежем, попробуем. И если все хорошо, то я отправлю редактору. Потихонечку, потихонечку у меня двигаются дела. Да, у меня нет столько времени, чтобы снимать для этого канала. Но зато меня радует то, что моя работа с книгой начала продвигаться по чуть-чуть. Пока есть настрой, пока такой он боевой, надо ловить моменты. В первую очередь фрукты помоем. Тоже Кирилл забегал на кухню. Вот мама, где яблоки. Прям скрипят. Сейчас немножко обсохнет и переложу в корзинку. Очередь свинины и говядины мыться. Раза два-три, наверное, надо будет промывать. Смотрите, какая композиция получилась. Шоу лимонов. Это сейчас фотки делаю для книги. Мне так понравилось, как она смотрится. Именно вот эта вот хрустальная вазочка, салатница и лимоны. Вот так. А то камера немножко цвет искажает. Это цедра лимона тут. Красивенько. Цвет такой яркий. Девочки, на завтра у меня срочный торт. Поэтому этот влог я буду заканчивать. И я лучше начну кондитерский влог. И вот этот вот свой срочный тортик сниму для вас. Так как в последний раз, когда я делала кондитерский влог, судя по комментариям, очень всем нравятся такие влоги. Ну, хотя бы можно обычные вот влоги разбавлять такими вот кондитерскими. Для разнообразия, так скажем. Я сейчас у детей в комнате, потому что мои там обедают. Заготовки все мои переносятся на завтра. Я как раз таки вот писала. Я говорю, я тут только мясо накупила. Я бы хотела котлетосов наделать на заморозку. Ну, не стала отказывать. Очень такое радостное событие у людей. Поэтому сделаю тортик. Бумажным полотенцем мясо просушила. Затянула пленкой чашу. И отправила в холодильник поближе туда, к стенке. А завтра уже займусь всем этим. У пацанов моих получается только насморк. Горло поболело. Что у Кирилла, что у Никиты. Горло поболело. До кашля так дело и не дошло. И вот единственное, что вот насморк. Лечим и все. И вот у папы нашего тоже началось с горла. Небольшая температура была вчера, 37,3. Но ничего серьезного. И слава богу. Эту недельку подлечится. А со следующей Кирилл уже пойдет в школу. Ну, я надеюсь, и Никита тоже. У меня и у Вани получается самый хороший иммунитет. Ванек вообще у нас за все полтора года. Единственное, вот у него несколько раз был насморк. Это на фоне прорезывания зубов. Когда зубы уже вылазили, все, насморк проходил. То есть такой водичкой. И больше вообще у нас никаких простудных даже заболеваний не было. Даже я когда болела, это еще было в марте месяце, последний раз. Прям сильно так горло болело. Все, я думала, и вот насморк начинался. Я думала, сейчас Ванька заражу. Нет. Ничего вообще не передалось. Очень хороший иммунитет, пацаны. Все, пойду я делать торт. Хотела только сказать до свидания. Опять присела тут. Спасибо вам за просмотр этого ролика. Всем до следующего влога. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok